Ого! Где это мы? Вас ждет челлендж! Кто-то из вас получит шоколадный фонтан. Он достанется тому, кто его лучше всех нарисует этими фломастерами. Но есть одно очень важное но. Рисовать нужно ртом, а не руками. Ну все, у вас есть одна минута, и она уже пошла. Я должна выиграть, потому что круче меня тут никого нет. Что? Да ты проиграешь. Потому что лучший рисунок будет у меня. Бинго! У тебя разве может быть шоколадный фонтан синего цвета? Конечно же нет. Выиграю я. Тем более мне только что пришла очень крутая идея. Зачем задувать краску, если можно просто снять колпачок? Ничего себе! Почему только я сама до этого не додумалась? Нужно попробовать. Ой, падаю! Ну как, попробовала? Получилось! Как тебе не стыдно? Лучше бы помогла подруге, а ты глумишься надо мной. За такое нужно проучить. В этом мне поможет простое перышко. Апчхи! И что мне делать? Теперь я будто помидором накапала. Или еще чем похуже. Теперь Сьюзи точно проиграет. Ах так? Ты еще и смеешься? Тогда ты тоже проиграешь. Получай. Какой кошмар! Да что ты себе позволяешь? И ты тоже получишь по заслугам. Нет, не надо, умоляю. Девчонки, время вышло. Показывайте, что вы там нарисовали. Джули, что это за красное пятно? Пролила краску? Видимо, на лицо тоже. Сьюзи, почему у тебя тоже все красное? Неужели вы все вместе ели помидоры? Такие рисунки не могут выиграть. У Милы работы тоже так себе, но она хотя бы без красного месива. Мила, ты выиграла. Ура! Теперь он весь будет моим. Приветики, вкусный шоколад. Мы тоже хотим немного шоколада. И мы его получим. Как же вкусно. Как же я рада, что победила. Какое блаженство. Эй, а где весь шоколад? И правда, кто посмел его выпить? Как же ему не стыдно. Да ну вас, воровки. В этот раз ваш приз будет куда более оригинальней. Видите этого милейшего песика? Так вот, приз это не он, а та какашка, которая от него осталась. В этом раунде снова придется рисовать ртом. Так что постарайтесь. Время уже пошло. Думаю, нет ничего проще, чем нарисовать какашку. Итак, приступим. Чтобы рисунок был более дознаверным, нужно добавить запаха. Я даже знаю, как это сделать. Что за вонь? Здесь что, кто-то умер? Или что-то стукло? Ой, мне плохо. Упс. Да, я просто давно не мыла ноги. Рисовать ногой – это трудно, а вот рисовать локтями – это куда более удобное решение. Ну ладно, не проблема. У меня этих фломастеров еще целая куча. Ну давай же. О нет, кажется, я отстаю. Девочки, хватит рисовать. Пора показывать, что у вас получилось. Вот, смотрите. Мила, какашка, конечно, ничего, но я видал и получше. Вот, например, у Сьюзи. Это же шикарно. Супер, я в восторге. А у Джулии какашка получилась так себе. Видно, что она хотела проиграть. Так тому и быть. Настоящую какашку получает именно она. Что? Но мне стало плохо. Плохо из-за Сьюзи. Нет, я не буду есть этот ужас. Резется. Таковы правила. Какой кошмар. Буду представлять, что это просто шоколад. Вы что, правда, попробовала какашку? Нет, это действительно шоколад. Девчонки, хотите тоже? Да уж нет. Спасибо. Как-то обойдемся. В этом раунде вашим призом станет рыбка. Ароматная и совсем невкусная. Ну а рисовать вы будете соусами. Мне кажется, что это довольно весело и необычно. Так что можете приступать. Время пошло. Я еще никогда не рисовала соусом. Надеюсь, у меня получится красиво. Как же их много. У меня будет такой большой выбор. Но почему весь мусор на мне? Я вам не помойка. Так, я тоже считаю, что пора приступать. Это будет самый вкусный рисунок из всех, что я рисовала. Пожалуй, начну с кетчупа. А я начну с сырного соуса. Он желтый, так что он лучше подходит для этой мерзкой рыбы. Ну что ж, приступим. Ничего себе, как быстро он закончился. Нужно поскорее найти ему замену. Кажется, получается очень даже неплохо. Да у меня талант. Блин, даже у Сьюзи рисунок получается лучше моего. Мне стоит поторопиться. Точно. У меня же пять пальцев. А значит, пять кистей, которыми можно рисовать одновременно. Пахнет очень вкусно. Думаю, не будет ничего страшного, если я его немедленно попробую. Какая вкуснотища. Нет, этого мало. Я хочу съесть побольше соуса. Мила, ты что, ешь соус? Ну, у нас же даже картошки нет. Кажется, на этом мои соусы закончились. Ой, нет, только не на мой рисунок. Ну вот, я все испортила. Как же вкусно. Блин, кажется, я съела все соусы. Теперь я точно проиграю. Ну что, девчонки, время вышло. Пора бы посмотреть, что вы там нарисовали. У меня остается только один выход. Поменяться рисунками с Сьюзи. Я жду. Джули, ты что сделала? Это же совсем не похоже на рыбу. Мила, покажи, что нарисовала ты. Ого, выглядит неплохо. Пока что это лучший рисунок с соусами из всех, что я видел. Сьюзи, а ты совсем не старалась. Значит, мне придется подарить тебе эту рыбку. Надеюсь, ты любишь есть сырую рыбу. Мне? Но ведь это все обман. Ха-ха, кому-то придется есть мерзкую рыбу. Почему сразу мерзкую? Ее ведь можно приготовить. У меня и горелка есть. Ааа, что ты делаешь? Ой, прости, я просто не умею ей пользоваться. Ааа, ааа. Так, да. Кажется, нужно направить ее на рыбку. Смотрите, какая аппетитная получилась. Наконец-то я смогу нормально пообедать. Девочки, в этот раз вас ждет самый милый приз. А именно этот пушистик. Вы должны будете сделать себе грим котика. Кто лучше нарисует, тот и получит малыша. Как всегда, у вас есть одна минута. И она уже пошла. Я и сама похожа на котика, так что мне не придется дорисовывать много деталей. Сьюзи, ты себя переоцениваешь. Всем понятно, что выиграю и именно я. Носик уже готов. Остались усы. Так, никто же не запрещал использовать зеркало. Я не понимаю, как можно без него сделать крутой грим. А вот с зеркалом гораздо проще. Я уже почти закончила. Вы все мне в подметки не годитесь, потому что мой грим самый лучший. Ого! Мила, смотри, Джули жульничает. Она использует зеркало, хотя нельзя так делать. Думаю, ее нужно проучить. Согласна. Я даже знаю, как именно. Хорошо, хорошо. Эй, ты что делаешь? Зачем? Так весь грим испортится. Ну вот, я теперь точно проиграю. А я так хочу себе этого малыша. У меня появилась идея, как устранить еще одну конкурентку. Сьюзи, ты немного не доделала носик. Если хочешь, я тебе помогу. Давай, если тебе не сложно. Я буду только рада. Вот теперь ты выглядишь гораздо лучше. Вылитый котик. Спасибо огромное. Я всегда знала, что мы подруги. Ну что, давайте решим, кому именно достанется этот милый малыш. Джули, на такое даже смотреть нельзя. Ты оскорбляешь мое чувство прекрасного. Сьюзи, а ты что сделала? Мы же тут не пирата разыгрываем. Что? Пирата? Ах ты, Мила! Хитрюга! А вот грим Милы, кстати, получился очень даже милым. Так что Пушистик теперь будет дружить с ней. Ура! Я буду тебя любить. Не кормить. Ты будешь... А! Чит! О, нет! Кажется, у Милы аллергии на котят. Ничего страшного, мы сами справимся с Пушистиком. Чит! Ого, Мила вся покраснела. Нужно бы врача вызвать. Да, Пушистик. Какой хороший. Давайте начнем с простого. Приготовьте мне картошку фри. Запросто. Будет сделано. Как раз хотел научиться готовить. Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло. Его, кстати, много не бывает. Ну что, масло почти закипело. Это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри. Нет! Стоять! Ой, оно брызгается. Горячо, помогите! Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло. Масло нужно лить со всей осторожностью. Тогда картошечка поджарится равномерно. Ничего трудного. Окей. Картошка фри готова. Осталось только немного добавить соуса. Фри? По-моему, это обычная жареная картошка. Вот я приготовила настоящую картошку фри. И это еще не все. Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес. Мне понадобится бекон, соус и, конечно же, душистый розмарин. Какой аромат! Да точно! У меня еще не все потеряно. Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее. Окей. Вот это да! Начну пробовать с картошки посередине. Бабуля, это очень вкусно! Ой, фу! Я терпеть не могу розмарин. Простите, госпожа повар, но мне не понравилось. Ну, вот идею с мармеладной картошкой я оценила. Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем. Пусть будет бабушка. Ура! В этот раз задача посложнее. Вам нужно приготовить суши. Давай! Будет сделано! По лучшему рецепту. Суси? Шуси? Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши. Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось. Обычные суши – это скучно. Другое дело – суши из разных конфеток. А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки Хариба. Красота! И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп. Интересно придумал. У меня тоже совсем скоро будут готовы суси. Главное – аккуратно повторять за шеф-поваром. Но пока ничего сложного. Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся. Соус добавлять и я умею. На это вообще особого ума не надо. Как это называется? Авокадо? Самое главное – все скрутить ровно. У вас, бабуля, уж точно не получится. Ну вот, идеальные суши готовы. Какой ужас! Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые. Самое время обернуть суши в лосось. Главное – не пожалеть рыбы. Нарезать ее толстенькими кусочками. И нельзя забывать про соевый соус. Рыба, говорите? Хорошо. Будет сделано. Готово. Надеюсь, получится вкусно. Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно. Но я придумала оригинальный выход из ситуации. Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно. Мерзко. Это еще почему. Огурец – идеальная заготовка для суши. В него нужно только побольше риса затолкнуть. Совсем не аппетитно. Погоди, это еще не все. Ну вот, смотрите, какая красота. Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса. Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду. А вот сладкие суши я попробую с удовольствием. Ого! Вкусно, но совсем не сытно. Остался последний кандидат. Вот они, настоящие суши. И на вид, и на вкус. Госпожа повар, вы победили. Спасибо, но это было очевидно. О, нет! Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас. Я слышал, что начинать нужно с теста. Думаю, с ним у меня проблем не будет. Добавим сахарку для сладости. Немножко перемешаем. Класс! А теперь добавим муку. Ой-ой, кажется, что-то в нос попало. Вот тебе и вафля. Ничего страшного, продолжаем. Ого! Я высыпал целую пачку. Ну, наверное, так и надо. Осталось только хорошенько размешать. Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу. Поехали! Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки. О, да. Тесто получилось вкусным. А главное, без яичной скорлупы. Надеюсь, из него получится достойная вафелька. Все добавили сахар, но я-то знаю, что сахар вреден. Так что вместо него я добавлю кабачок. Даже не так. Я сделаю вафлю из кабачка. Мне понадобится натереть его на мелкой терке. Готово. А теперь добавляем яйца. И, конечно же, муку. Хорошенько все перемешиваем. И добавляем зелень для вкуса. Звучит противно. Зато такое тесто гораздо полезнее вашего. Вот теперь его можно и в вафельницу залить. И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела. Да, время засечь – это правильная мысль. Ой. А я-то время не засек, и моя вафля сгорела. Горячо-то как. Ну ничего. Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа. А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом. Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним. О, реально. Какая вкуснятина. А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами. Не терпится попробовать. Начну вот с этой. Ой, это вафля какая-то пережаренная. Такое я есть не буду. А это что? Фу, эти вафли со вкусом травы и кабачка. Ненавижу. А вот это явно что-то вкусное. О, да. Именно то, чего я и хотела. Бабушка, ты побеждаешь. Ура. Не зря я так старалась. Напоследок я хочу выпить кружку вкусного кофе. Окей. Будет сделано. Расплюнуть. Мне в голову пришла просто гениальная идея. Горячий кофе – это скучно. Сегодня в моде холодный кофе. То есть фрапучино. Нужно закинуть побольше льда в большую кружку. А потом добавить вкуснейшего шоколадного сиропа. И, конечно же, нельзя забывать про сам кофе. Он у меня, между прочим, из Старбакса. А еще коктейль из шоколадки Твикс явно не будет лишним. Его я немного взобью и использую вместо молочка. А я, пожалуй, приготовлю более классический вариант кофе. Растворимый. Я знаю, что моя внучка такой любит. Ну вот, думаю, достаточно. Добавляем взбитый коктейль. А сверху украшаем взбитыми сливками. Остались последние штрихи. Печеньки Оруа. И палочка Твикс. Ну и, конечно же, трубочка. Ох, дилетанты. Ну что, пришел мой черед готовить настоящий кофе. С помощью весов я отмерю нужное количество зерен. То, что нужно. Теперь с помощью ручной кофемолки я измельчу их до необходимой консистенции. Смотрите и учитесь. И вот только теперь я залью кофе кипятком. Что, кофе и правда так готовится? Прекрасно. Теперь я налью кофе в чашку. А молоко для кофе я тоже буду взбивать вручную. Про правила подачи тоже не нужно забывать. Смотрите, какая красота. Начну с кофе посередине. Бабушка, я этот кофе всегда узнаю. И пора признаться, что он мне совсем не нравится. О, окей. Вот этот кофе выглядит приятно. Вкусно, но немножко горьковато. Остался последний кандидат на победу. О, вот это реально круто. Братик, в этом раунде побеждаешь ты. Да, наконец-то. Где мы очутились? Я думаю, что это новый челлендж. Как интересно. А можно я начну? Уверена, в этом сейфе что-то вкусненькое. Немного не угадала, но это тоже круто. Тут гора попитов. Они, правда, какие-то странные. Пахнут слишком вкусно. Ничего себе, да они съедобные. Мила, ты что, с ума сошла? Нельзя есть резину. Вы ничего не понимаете. Это не резина, это мармелад. Какой же он вкусный. Я хочу съесть все и сразу. Трудом помещается в рот, но я справлюсь. Как же тебе повезло. Мы завидуем. Это точно. Я бы не отказалась попробовать. Было вкусно, но я немного объелась. Может, тогда отдашь последний попит нам? Да, предлагаю взять его самим и никого не спрашивать. Вообще-то я все вижу. Не нужно трогать мой попит. Я сама с ним прекрасно справлюсь. Ладно, ладно, тогда я займусь своим сейфом. Это еще что такое? Глазам своим не верю. Кажется, оно шевелится. О нет, это живые червяки. Какой кошмар. Не хотел бы я оказаться на твоем месте, Джули. Уберите это от меня. Кажется, твои черви попали прямо в Милу. Что ты натворила, Джули? Сейчас же все это убери. Спокойствие, нам просто нужен пылесос. У Милы червяк прямо под носом. Это совсем не смешно, Алекс. Помогите. Мила, не переживай, сейчас я это тоже уберу. Выключи пылесос, он засосал мои губы. Да уж, это было смешно. Ого, посмотри, что стало с Милой. Мои губы похожи на раздутые вареники. Это все вы виноваты. Виноват Алекс. Он все время смеялся и меня отвлекал. Пора его проучить. Что ты наделала, Джули? У меня весь рот забит червями. Зато теперь можем посмеяться мы. Кстати, ты совсем забыл про свой сейф. Тут какая-то странная баночка. Понятия не имею, что это. Может, стоит попробовать? Ну и как ощущения? Кажется, со мной что-то происходит. Но я не понимаю, что именно. Мила, смотри. Алекс стал крохотным. Точно. А ему идет. Выглядит симпатично. Алекс, держись крепче. Я подниму тебя на стол. Спасибо, Мила. Но можно было немного поаккуратнее. Как же ты нам нравишься, Алекс. Всегда оставайся таким. Ну, пока я не против. Ого, попит. Я наконец-то смогу его попробовать. А еще попрыгать на нем. Класс. Это даже лучше, чем батут. Что ты делаешь, Алекс? Наслаждаюсь жизнью. Все-таки он и правда, милашка. Этот воздушный поцелуй я отправляю вам. Фух. Все, хватит прыгать. Я уже устал. Может быть, тогда немного поиграем? Еще чего. Я не собираюсь заниматься глупостями. Совсем не обязательно было меня кусать. Мог бы просто сказать нет. Но ведь это было бы не так весело. Весело, говоришь? Сейчас я покажу тебе, что такое по-настоящему весело. Заражайся. Что ты задумала, Джули? Она хочет, чтобы я победил червя. Да проще простого. Положу его одной левой. Так, а получается так себе. Ничего. У меня еще есть возможность отыграться. Молодец, Алекс. Ты выиграешь. Получай дурацкий червь. Осталось совсем немного. И я почти победил. Вот это сила. Круто. Ты нас приятно удивил. Что ж, думаю, на этом пора возвращаться. Ты снова стал таким же, как и прежде. Да, и я этому рад. Можно в этот раз начну я? Да, мы не против. Вы это видите? Мне достался новенький айфон. Какой же он классный. Ну, знаешь, это не повод грозниться. Вы все должны мне завидовать. У вас никогда не будет такого телефона. Алекс, не лезь в мой кадр. А ну-ка отдай. Я заберу твой телефон. О, все понятно. Это надолго. Отдайте мне. Хватит. Что ты делаешь, Мила? Сейчас же верни телефон. Он мой. Не мешайте мне. Я играю. Ну, вообще-то я тоже хочу. Ну и что, мне плевать. Что вы наделали? О, нет. Вы уронили мой телефон. Упс. Неудобно вышло. Что с ним, Алекс? Скажи мне. Лучше тебе этого не видеть. О, нет. Только не это. Он разбился. Извини, Джули. Мы не хотели. Так, давайте не будем ссориться. А лучше посмотрим, что у меня в сейфе. Кажется, я слышу странный звук. Что же там? Никак не могу достать. Оно будто ускользает от меня. Не верю своим глазам. Это же лягушка. Ты серьезно? Не может быть. Кто-нибудь снимите ее с моей головы. Извини, но я не буду ее трогать. Ух, кажется, я от нее избавилась. Нет, она просто перепрыгнула на меня. Вот умора. Фу, какая склизкая. Заберите ее. О, нет. Что ты наделала? Я едва ее не проглотил. Мне кажется, мы зря ее так испугались. Посмотрите, какая она милашка. А что, если это заколдованный принц? Попробую поцеловать лягушку, чтобы чары развеялись. Ну как, работает? Мила поцеловала лягушку. Ну и что? Я должна была проверить. А я должен проверить, что у меня в сейфе. Тут какой-то цилиндр. Не понимаю, что мне с ним делать. Попробуй надеть. Вдруг тебе подойдет. Аккуратнее, Мила. Твоя лягушка опять ускакала. Ого, смотрите, что с ней стало. Теперь она будто шоколадная. А что? И правда похоже. Да, это точно шоколад. Какая вкуснятина. Я поняла, как работает твой цилиндр. А я уже знаю, что в него положить. Что ты делаешь, Джули? Уже сделала. Превратила свой разбитый телефон в шоколадный. Классно придумано. Какой же он вкусный. Так, мне тоже нужно что-нибудь превратить. Но у меня ничего нет. Смотри, Джули. Алекс стал шоколадным. Что ты делаешь, Мила? Зачем тебе его палец? Стой, не надо его есть. Ладно, ты права. Я как-то об этом не подумала. Я знаю, как его вернуть. Нужно просто снять цилиндр. Спасибо, Джули. Пришла моя очередь быть первым. Кажется, на этот раз мне досталась вкусняшка. Шоколадный кастель. Выглядит круто. Поделишься? Для начала нужно хотя бы его открыть. Какой же ты несамостоятельный. Нужно повернуть вот тут. О, спасибо. А теперь ты со мной поделишься? Конечно, нет. Как ты могла на такое рассчитывать? Я все выпью сам. Кстати, это очень вкусно. Жадина. А ведь я тебе помогла. Ну ладно, тогда получай. Что ты делаешь, Джули? Ты разольешь весь мой коктейль. А если бы поделился, то у тебя бы еще осталось. Да уж, очень остроумно. Пришла очередь, милы. Не хочу открывать. Внутри что-то невкусное. Ну вот, вонючая рыба. Я же говорила. И что мне с ней делать? Я не могу положить такое в рот. Скорее ешь, иначе мы задохнемся. Я не хочу. Ладно, ради вас я готова на это пойти. Как же противно. Жуть. Никогда в жизни больше не буду есть рыбу. У тебя еще осталось. Заканчивай скорее. Ладно, ладно. Думаю, лучше съесть ее целиком. Невероятно. Как такое возможно? Не думал, что Мила на такое способна. Ой, аккуратнее. Ты кинула рыбий хребет мне в лицо. Но это было смешно. Не очень. Открывай свой сейф, Джули. Тут одна конфетка. И что мне с ней делать? Наверное, просто съел и все. Вкусное, но очень-очень мало. На один зубок. Странное угощение. Согласен. Ой, что со мной происходит? Да у тебя все лицо усыпано конфетами. И руки тоже. Вот это да. Конфетка все-таки была волшебной. Смотрите, на месте старых конфет появляются новые. Можно и мне попробовать? Класс. Как же вкусно. Смотрите. Теперь я тоже весь в конфетах. Круто. Как же мне это нравится. А ты хочешь, Мила? Нет, спасибо. Какие они странные. Ура, новые сейфы. Я готова открывать свой. Вау, в нем банка нутеллы. Точно. Какая она большая. Супер. Смотри, куда кидаешь мусор, Джули. Ай, как больно. Извините, нутелла сделала меня такой невнимательной. Просто не терпится скорее ее попробовать. Смотрите, как шоколадно. Это полный восторг. Я тоже хочу. Класс. Мне все-таки немного досталось. Спасибо. Больше не смей приближаться к моей нутелле, Алекс. Я ее никому не отдам. Джули, ты вся перепачкалась. Ну и что? О нет. Похоже, моя рука застряла в банке. Кажется, кому-то нужна срочная помощь. Тяни, Алекс. Я не хочу ходить так всю жизнь. Я тяну, но ничего не выходит. Помогите. О нет, я падаю. Но ты ведь сама просила тянуть. Ого, банка нутеллы теперь у меня. Если вы хотите спросить, как у меня дела, то я в норме. Честно говоря, мы не хотели спрашивать. Зачем вы взяли мою нутеллу? О, как хорошо, что тут еще осталось. Да, пора посмотреть, что в моем сейфе. Фу, срочно несите противогазы. Это сыр с плесенью. Противогазы не понадобятся, если ты прямо сейчас его съешь. Думаю, Миле требуется наша дружеская помощь. Вообще-то нет, я не просила помогать. Но, по-моему, сработало. Ты почти все съела. Как такое возможно? Меня сейчас вырвет. Я еле держусь. Хорошо, что все обошлось. Остался только мой загадочный сейф. Кажется, внутри черная дыра. Пока-пока. Пока-пока.